Девушки отдыхают Санкт-Петербург и вправду как родной для нескольких тысяч африканцев, живущих в нем. Почему я так уверена, спросите вы? Да потому что Алиу подарил мне не только упоительнейшую прогулку, но и блистательная танго с четырьмя очень творческими афропетербуржцами. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. ЗАПЕЛО что-то внутри при виде этих неземных созданий, словно плывущих по Невскому. В России большой процент красивые девушки. Как я должен пойти мимо? И он не прошел. Он остановился для того, чтобы всмотреться в эту правильную, строгую, но такую холодную, на его взгляд, красоту. Как проявленная пленка, образы родного Конга всколыхнули в Петербург. Я помню в свое время сидят там человек 10, а там же тогда еще машинка таковая, электрическая какая-то, как бы не очень было, и пришлось все это ножницами делать. И рука прямо на такой, на весу, и вот стрижет, и 10 человек, и просто в конце, да, рука уже просто. Как будто уже там такой целесный мешок, и картошки там подняли, подняли, и все. Это очень сложно. А кто сказал, что будет легко? Семь-то лет, между прочим, сложно обкорнать шумную араву в количестве 25 не кричат. Ой, это были мои братья и сестры. Огромная и дружная семья Фабрера. Первая школа жизни. В которой каждый карапуус имел свое ответственное дело. Кто по стрепушке, кто по стирушке, а Пьер Дидас по стрягушке. И совсем-таки не под одну гребенку. Ведь каждый в этой большой дружной семье особенный. Я вам скажу, вообще, вот парикмахеры, они просто парикмахеры. Он еще и много чего советует. И даже по личной жизни, поверьте мне. Так что... Только единственное, вот только замечаем, когда только личная жизнь браклит. Тут же бегут к нам. Тут же все меняют имидж. Вот как только сядет такой потерянный клиент в кресло, надо просто представить, что перед тобой кто-то из любимых сестренок. Как давно это все было. Больше 30 лет тому назад. Как бусинки рассыпались выросшие сестренки по всему свету. Кто в Париже, кто в Лондоне, кто в Нью-Йорке. Да и сам Пьер окончил университет, открыл салон, женился и стал стабильным, успешным петербуржцем. Но озорной, солнечный мальчишка из прекрасного далека никуда не исчез. И он в каждой белолицей северной незнакомке обязательно найдет что-нибудь особенное. Пьер, я здесь. Пожалуйста. Стоящая женщина. Когда в сегодняшний раз с темною можно прийти? Ну, как соберешься, я посмотрю. Главное, я считаю, что счастливый человек это тот, кто занимается тем, что ему нравится. Поэтому я, может сказать, счастливый человек. Потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Мне нравится это делать. Вот. Как мемолетное видение. Я же, я же в зубе ту. Ну, хоть портрет пиши. А это уже, простите, по-другому питерскому адресочку. Здрасте. Кристоф Жан-Мишель? Да. Нарисуйте меня, пожалуйста. Без проблем. Ну что? Хорошо, да? Нормально все? Отлично. Спасибо. Он не только первый житель острова Мадагаскар, приехавший учиться в Россию. Я первый из дома уехал. Ну, взял просто, как бы, поехал. Когда получили билет, я только потом всем сказал, что вот я в Советский Союз еду. Ну, вот и получилась, как бы, жизнь уладилась у меня здесь. И только после меня уже все пошли, уже поехали дальше. Он первый иностранный выпускник тогда еще Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Многих, как бы, не закончили здесь учебу, многие потерялись, много возвращались. Есть люди, которые остались здесь. Ну, у каждого своя судьба. И я, наверное, влюбился на свои супруги. И поэтому до сих пор уже все удивляются. Ну, 30 с лишним лет мы вместе. Как так можно? Это не бывает. Ну, у меня такое, слава богу, в жизни так получилось. И вместе с ней эта семья дала, ну, больше любовь к стране, которая меня приутили. Так и запишем. Кристоф Жан Мишель, сокращенно ФОФА, влюбился по собственному желанию. Сначала в русскую живопись, потом в русскую женщину, а затем в русскую культурную столицу. В Петербурге все знают, что тут все творили, все великих людей. Есть такая атмосфера здесь, что дает вдохновение. Вдохновение? Что-то я ни на одной картине вашей, дорогой Кристоф, не вижу не то, что Санкт-Петербурга, а даже каких-то русских мотивов. Для них, для Малагосейцев, я рисую здесь, как пасор своей страны здесь. Эти картины дают людям радость и надежды, и светлости. Мне кажется, я прав, потому что я это должен делать. И делаю просто, что я должен делать. То есть добавить суровую петербургскую бытность чуть-чуть мадагаскарской, малогосийской мягкости, нежности, родственности. Это теплота в отчаге семейной, там, любовь к родителям и дружба между братьями и сестрами. Вот это самое важное, наверное. Еще у нас семья тоже очень большая, и каждый год как бы собирается человек по 300. Откуда к вам приходят ваши картины? Ну вот откуда появляются вот эти женщины, вот эти пейзажи? Откуда? Может быть, это сна, может быть, это грезы, может быть, это ностальгия. Ну, можно как назвать так. Я просто рисую, чтобы почувствовать себя хорошо. Картины Фофоль я всегда отличу от любых других картин. Это по его малогосийским девушкам. Вот эта вот самобытность его, вот эта самобытность его народа, она все-таки остается, потому что, ну, это ген. Так незаметно прошло пол... нет, не полчаса, полдня. Ну что, вы нарисовали? Ну, подождите, ну, быстренько не получается. Медленно, медленно, как на водоре сказали. А, это же она, малогосийская мура-мура. Почти то же самое, что наша русская лень-матушка. Спешить ни в коем случае нельзя. Когда рисуешь картину, нужна медитация, покой, детали. А потом... раз! А может, чай? Ну, если только в мухинских граненых стаканах. И с мухинскими друзьями-сокурсниками. Я первый раз увидел в училище имени Бухиной. Ходил по коридору. Я сразу не понял, что это за человек. Потом выяснилось, что это студент и будет в нашей группе учиться. А это что такое? Откуда? Как вы пришли к тому, что начали писать иконы? Ради покоя в душе. Ну, что с молитвой там рисовали. Молитва это внутри себя. Иногда просто посмотреть иконы там. Потому что они есть сила, они дают сила. Для меня вера это одинаково везде. Ну, просто как с ним обращаться, как люди используют. Ну, Бог един. Вот поэтому как бы иконы я для себя решил делать. Несмотря на то, что Фуфа говорит на малогасийском, французском, русском, английском, в общем-то, я его считаю русским, вряд ли можно оставаться малогасийцем, прожив 20 лет на петроградской стороне, в коммунальной квартире, будучи женатым на русской женщине, и сыпив русских напитков, закусив их, закусив их, да, русским салом, я думаю, что Фуфа уже давно русский. Просто он темного цвета. А вот и картина. По-моему, похожа. Соответственно, вот эта метка для того, чтобы не приходить к этой метке, она что-то, она сначала. Есть у вас вопросы, ребят? У меня есть вопросы. Ну, пожалуйста, задавайте. Дорогой Валенс, ой, как-то неудобно мне как студентке к вам, как преподавателю, обращаться без отчества. Как вас студенты называют? Ко мне обращаться можно просто в Валенс, потому что меня зовут Валенс, да. Это по имени. Замечательно. А почему вы выбрали профессию преподавателя? Меня привлекает, меня интересует, в принципе, работать со студентами, постараться постоянно быть в курсе, что происходит в мире, в науке. Это интересно. Мир – это главное слово в лексиконе Валенция. Я мечтаю, во-первых, естественно, о мире. В 1994 году только что вернувшись после учебы в Россию, в родную Руанду, он вынужден был бежать обратно. Вместе с беременной женой и крохотным сыном на руках. В его стране начался ад, название которому – геноцид. Об этом страшно говорить, но скорость убийства в Руанде в пять раз превышала ту, что была в немецких лагерях смерти. О том, что пришлось пережить, Валенция не рассказывает. Своё потрясение он выразил не словами, а делом. Открыл в Петербурге фонд помощи таким же, как и он, беженцам. Дело было как раз после распада СССР. Мы, в принципе, как в аду глядели, то есть люди стали появляться и больше, и не только уже из Руандины, но и из Африки обращаться за поддержку. Когда мы только создали организацию, мы даже работали с российскими гражданами, которые были, ну, то есть беженцы, которые приезжали сюда из Казахстана, из Баку. Беженец – это ребенок. Ребенок, который потерял родителей. Позади горе, впереди неизвестность. Раньше, чем кровь, еду и одежду, ему надо дать руку, чтобы он почувствовал новую точку опоры. И это важное ощущение человек обязательно пронесет с собой через всю свою жизнь. Есть, которые вспоминают, да, и спрашивают, кто-то хотят даже поддержать. К великой радости валенцы число беженцев в России постепенно сокращается. А вот число студентов неизменно растет. Сейчас он все больше преподает языки. Язык программирования и свой родной, Кенья Руанта. Но на любом языке мира главное слово для валенцы остается неизменным. Я хочу пожелать вам мира и еще раз мира. для вас. Все нормально, друзья? Мы у вас тренироваемся жором. У жоры? Какого еще жоры? Сейчас я этого жору. здрасте вы знаете мне нужен жора это я вообще-то это жорж и он готовит из нас бойцов доложили мне важно мы их берем вот с маленького возраста и с них делаем героев они делают отжимания не как все мои методы такие что они делают отжимания всегда на полу кисть поставить на полу да это пол вы можете перешивать это твердый пол и вперед прыгать на кистях сторону на кистях вперед это они делают такие упражнения алисе это сделаю чак не знаю как вы а лично я от всего увиденного в небольшом так сказать нокауте надо срочно разобраться кто такой этот жорж много привет саня них скажи почему ты сюда ходишь а тебе нравится а преподаватель жорж что ним сказать можешь сильный строгий но при этом справедливый миха уважаю в три года он уже боксировал в пять лет тайком от родителей пошел на каратэ до а когда подрос так достал соседи китайцев что тем пришлось стать его наставниками по кунг-фу ну что же сам напросился учитель меня встречал на дороге а я гулял я просто гулял с друзьями он мне говорит на тебе вот сто франков иди купи мне вот это туда почти в другом конце но в другом квартале ему не важно я гуляю с друзьями сейчас мне это важно я куда-то собирался срочно я торопился ему это не важно ему важно что я должен ради него всегда готов быть готов все бросить и делать то что ему надо если ты даже приходишь с опозданием то есть у нее уйти приходится по зданию он может еще тебе давать отжимание прямо на дороге на глазах у всех на тротуаре скажешь отжимайся и ты не споришь не важно ты красивый одет или нет и кулаки на полу и отжимаешься в общем все шло пучком только вот мама была недовольна и сердить ее было опасно моя мама имеет черный пояс под зуду очень любит зуду прямо как наш президент путин в итоге жорж был сослан из отчего дома который находится в столице камеруна в общежитие нг у имени лезгов то что находится в северной столице россии и стал дипломированным педиатром мама была довольна но жизнь имела другие планы на ее сын в один из темных питерских вечеров на жорже напала несколько вооруженных человек он вспомнил все чтобы выжить и на следующий день решил вернуться не в камеру в спорт не бойцом наставником я понял с времени но не сразу я может так сколько 10 лет по моему прошло потом как только понял но чему это связано и это просто связано с духом и телом сомнений нет жорж выжил благодаря особому состоянию которое пришло к нему после долгих занятий курс меня тренировали все-таки китайцы 10 лет я прошел эти 10 лет очень тяжелые тренировки не настолько тяжелые насколько глубокие потому что она начиналась медитации заканчивалась не видать если не уязвимости если можно научиться значит можно помочь и тем кому сложнее всего постоять за себя дать им веру в себя и свои возможности дать им шанс жорж учит не сдаваться никогда даже самых критичных ситуациях себя идти до конца в общем то из-за этого наверное ребята здесь добиваются больших успехов а ты сам чего хочешь от этих занятий от жоржа наверное победить самое главное себя свою лень почти все ученики жоры победители самых престижных соревнований самых разных уровней от районных до международных среди них есть и особые ребята ты не такой как все к сожалению ты никогда не сможешь быстро бегать быстро двигаться быстро реагировать говорили руслану врачи ты не такой как все лучше потому что ты победитель ответил на это жорж и оказался прав руслан это наш герой мой герой вот но там занимается руслан это именно как сказать руслан это все что я всю жизнь о чем я мечтал если я мечтал когда действительно именно человек которому всем полагает думаешь и слабый действительно покажется самый сильный не могли думать что такой человек он не как все а я считал и не мешал что он абсолютно как все и он ничем не хуже всего поэтому я его и вытащил на соревнования он бился среди равных то есть даже не равных потому что он бился с обычными спортсменами на соревнования несмотря на то что у него есть минус но он поднял этот минус и даже у него первое место он выиграл это и есть моя философия делать слабых где и самый сильный когда он смотрит на своих чемпионов его лицо озаряет гордое и сказочно добродушная почти богатырская улыбка для меня не балбесы пока не тренируется когда они выиграют они молодцы через них он полюбил эту страну остался в ней жить родил трех сыновей построил дом и стал преподавателем в молодежном центре я считаю что да действительно здесь у меня душа остается и лежит потому что у меня в принципе меня все держит здесь три года ходим мы даже очень рады вот этот человек от бога очень мало таких тренеров как джош и мы когда привели мы были очень рады даже все родители были очень рады что нам такой тренер да остался а что надо делать сколько должно пройти времени что все получилось но я думаю что если не ждать тогда времени пройдет даже если ждать тогда долго если ты нашел место на планете где готов провести большую часть жизни фактически я вирус здесь я в 30 лет не живу где видишь перспективы россии большой процент красивые девушки как я нужен пойти мимо и готов пустить корни вы родили здесь граждане российской федерации хочу чтобы он стал офисер в армии где тебе бывает по-настоящему хорошо есть такой то атмосфера здесь что дает вдохновение это место твое люби творить и будь счастлив